Ну что, если вы готовы, давайте тогда с вами начинать. Сейчас найдем, где мы закончили. Так, тот, кто слушал вчера, кто слушал предыдущую главу, мы закончили о том, что я пообещала на саммите, который я делала в 2013 году, что в следующем году у меня появится своя квартира, что пришло время появиться в квартире, собственно, той, в которой я сейчас нахожусь. Но понятия еще не имела, каким образом это произойдет, это правда, потому что не было ни денег, ни плана, ничего именно на эту квартиру. Итак, это действительно было моей заветной целью. И я решила, что время пришло. Вот только у жизни, как всегда, были свои планы. Как видите, 2013 действительно оказался мега насыщенным годом в моей жизни. Кстати, именно в этом году Сергею пришла идея с созданием Wedding Office CRM, системой для свадебных организаторов и ивентеров. Сережа очень загорелся этой идеей, а также созданием Международной свадебной федерации. Поскольку бизнес в совокупности стал приносить неплохие деньги, Сергей начал вкладывать часть из них именно в эту систему. Вначале изучил рынок таких систем, а затем принялся искать подрядчиков. Самые скромные цифры вырисовывались в сотни тысяч долларов за такую работу. И тогда Сережа принял решение нанять программистов и курировать проект лично. Так начался этот этап в нашей жизни, но детали я расскажу вам позже. То есть идея Сергея была такая, что он видел, что все уходит в интернет, и он предложил создать, вот Facebook набирал обороты, и он сказал, давай сделаем нечто для свадебного мира. То, что будет объединять свадебный мир, мы сделаем там серую систему, где организатор будет свадебный, и не только организатор, все люди, которые занимаются свадьбами, смогут вести свои сметы, все учеты, полностью переписки с клиентами, где будет своя свадебная сеть социальная, где смогут люди общаться, где будут черные списки, куда будут вноситься все подрядчики, которые каким-то образом налажали, ну то есть давай создадим такую экосистему. Вот, и он нанял, у нас было 12 программистов, он нанял, у нас мы наняли отдельный офис, и начали это дело активно в него вкладывать деньги, развивать. Сергей этим занимался, но я в это время активно занималась, опять-таки, свадьбами и обучением. Также после саммита я загорелась идеей создания сервиса по аренде текстиля и посуды для ивентеров. Мне очень понравилась эта идея, и мы начали разрабатывать бренд Dream Wedding. Создали сайт, наняли отдельного менеджера. Кстати, это была моя невеста Лерочка, и она уже полностью занялась проектом, начала искать помещение и разрабатывать дизайн. К счастью, мы так и не успели заключить договор аренды, почувствовав в воздухе запах пороха. Проект этот заключался в том, что еще в Украине не было, как таковой, мебели красивой, свадебной, текстиля свадебного. И я, насмотревшись, опять-таки, на все американские и западные сайты, решила, что как круто было бы, если бы у нас можно было приходить и выбирать, какого цвета у тебя будут стулья, какие у тебя будут столы, какой будет у тебя там текстиль. В общем, мне захотелось создать вот такую всю историю, и тем более, знаете, как для девочки, всегда очень хотелось что-то физическое такое, потому что бизнес свадебного организатора, там ничего физического нет, там ты как бы курируешь услуги. А здесь очень хотелось физического, я представляла себе такой большой шоу-рум, где человек приходит, и там полным-полно стоит мебель, где красиво висит там, знаете, разного цвета ткань, ну как в магазине тканей практически, только все это какие-то там скатерти и так далее. Ну, в общем, такая у меня была мысль, и я так, это мы, по-моему, если я не ошибаюсь, мы где-то были за границей, и, в общем, мне очень захотелось реализовать эту идею, и я взяла девчонку, даже не девчонку, а свою невесту, причем очень состоятельную, я искала сотрудника, и она написала мне, что я бы очень хотела с тобой поработать, Лера, и она пришла ко мне, и вот она начала заниматься этим проектом, ну, там, поиском помещений, начали разрабатывать бренд, там, сайт, ну, такое всякое. 2013 год плавно подходил к завершению, и мы планировали отдых. В этот раз решили отправиться на Бали, но по пути заехать в Сингапур, конечно, посетить самый известный отель. Боже, я уже забыла, как он называется, Бэй Бич, боже, короче, отель, сверху которого находится бассейн. Забыла название, сори, что-то с Бэй Бай. Мы заслужили отдых. С собой на этот раз мы захватили мою маму, и это тоже было очень круто, показать маме те уголки мира, которые по праву являются волшебными. На Бале мы встретили 2014, после вернулись и сразу же отправились с Сережей в Нью-Йорк на знаменитую свадебную выставку Марты Стюарт. Помню нашу первую встречу с этим городом. Я сразу же влюбилась. Нью-Йорк покорил меня. Я не могла надышаться этим городом, чувствуя, что он не просто так в моей жизни. Впрочем, интуиция меня не подвела. Это была очень крутая поездка. Мы только вернулись в Бали, и Алиса уже осталась с бабушкой, и мы полетели в Нью-Йорк. Марта Стюарт, я не знаю, в курсе вы или нет, я даже не знаю, с кем ее сравнить. Ну, в общем, мега популярная тетка в Америке, и она была плотно связана не только со значком свадьбы, но очень была известна в этом. И она делала такие большие, огромные выставки свадебные. И, конечно, я человек, который был только на выставках в нашей стране, и при этом была таким транссеттером и еще организатором собственной выставки. Конечно, я захотела поехать в Нью-Йорк, и тем более уже я на это зарабатывала, могла себе позволить и посмотреть, как проводят выставки там. Я познакомилась там со многими мировыми товарищами, которых были самой Марты Стюарт на этой выставке не было, но меня сразило то, что я ожидала, что я увижу сейчас такой, знаете, супер-вау, а тут я вижу мятые скатерти, короче, какие-то, знаете, такое. Все такое не идеальное, то, что точно нам бы никто не простил. То есть мы настолько сами свой уровень подняли, что я ожидала, что сейчас будет вау, а было вау только то, что это все проходило в очень красивом помещении, ну, то есть там как ресторан, да, такой огромный балл-рум такой. Но по сути было для меня, конечно, шоком. У меня где-то есть, кстати, на Ютьюбе видео, это я тоже, естественно, его снимала, привозила, но это было очень классное приключение. Хорошо помню, как мы вернулись в отель поздно вечером, и мне позвонила мама. Оль, у нас тут война, похоже. Я нервно засмеялась. Мам, глупости все. В очередной раз покричат и разойдутся. Это был момент, когда начинался вот этот 2014 Майдан. Еще было ничего непонятно, когда мы уезжали, что-то были какие-то недовольные люди, вот, что-то происходило, но по сути еще такого ничего не было. Когда я включила новости в Нью-Йорке, я реально испугалась. Огонь, погромы, драки. И все это прямо возле моего офиса и места, где мы проводим свадебную выставку. Еще через день само место, украинский дом, где была наша выставка, захватили. Это был январь, и у нас в феврале должна была быть там выставка. Помню, какие жуткие ощущения я тогда испытала. Долгое время мне казалось, что все происходящее – это понарошку. Сейчас все успокоится. Ну вот-вот. Но с каждым днем все становилось только хуже. Девочки из России и других стран, которые собирались ко мне на тренинги, стали отказываться, говоря о том, что они просто боятся к нам ехать. На февраль была назначена свадебная выставка. Мы уже вложили прилично денег в рекламную кампанию, так как в этот раз приняли решение сделать ее максимально полной, и закупили много наружной рекламы, бордов. У нас уже были проданы места, и вдруг мы не теряли надежду, потому что ситуация была еще не до конца понятной, и люди продолжали жить обычной жизнью. Тогда, за пару недель до выставки, мы приняли решение перенести ее в отель «Фермонт». Роскошный, новый и очень свадебный. Наша задача была спасти ивент, но не все свадебные подрядчики восприняли эту новость энтузиазмом. Не хочу вдаваться в подробности, но помню, как нам стали угрожать судом, и некоторые реально подали на нас иски за перенос выставки в другое место. Люди были очень недовольны, что мы переносим выставку с того места, которое было захвачено. Ну, такое, знаете, бредочком попахивало. Сложно описать, в каком состоянии мы тогда находились, и все-таки приняли твердое решение делать выставку. В данном случае в договоре сработал тот самый пункт форс-мажоров. Мы не могли проводить выставку в заявленном месте по причине военных действий. Здание было захвачено. Я находилась в диком психозе. За окнами постоянно что-то взрывалось. Бегали люди. А мы старались продолжать жить. До выставки оставалось несколько дней, когда в Украине началась настоящая бойня. Не знаю, кто и в кого там реально стрелял, но хорошо помню, когда утром мы включили телевизор и поняли, что начинается ад. Мы ехали в машине по пустым улицам центра. У меня мурашки. Просто не могу. И видели, как люди забивали досками витрины дорогих магазинов. Сказать, что мне было страшно, это ничего не сказать. Казалось, я сплю. У нас еще офис находился на Майдане прямо. И мы, когда выходили из него, мы периодически видели бегающих людей, мы видели дым. И, ну, как, знаете, как часто бывает, как и с карантином, нам кажется, что, ну, это что-то там, знаете, такое маленькая заварушка какая-то, и она сейчас пройдет. Ты не хочешь в это включаться. И я хорошо помню, когда была перекрыта улица, и мы поняли, что там идет стрельбище, и начали скорые помощи мчаться. И, конечно, нам тогда стало страшно, и мы поняли, что уже и нам надо бежать, и сотрудникам надо нашим бежать. Ну, это отдельная история, потому что я не представляла и не представляю до сих пор, что творилось там, где были боевые действия, там Донецк наш, потому что у меня было очень много знакомых, организаторов свадебных, людей свадебного мира, которые побросали дома, у которых реально бомбили, и которые приезжали сюда без ничего, имея там статус и все остальное, но как бы не люди, у которых, знаете, вагоны с деньгами, они просто там работали, жили, то есть они там могли себя обеспечивать. И они это все бросали и уезжали, и это было действительно очень страшно. Это до сих пор самое страшное в моей жизни воспоминание, которое есть. Помню, как мы собрали сотрудников и сказали, ребята, мы не знаем, что будет завтра, сегодня мы всех отпускаем. Давайте попытаемся унести из офиса, что сможем. Мы вывезли все самое ценное и стали заклеивать окна. Это были жуткие кадры из старых фильмов, когда люди уходили на войну. Боже, у меня мурашки, они сходят с тела. Выставка отменяется. Именно эти слова я написала в Фейсбуке и тут же получила волну негатива. Как? Почему? За несколько сотен метров от отеля, где должна была проходить выставка, одни люди убивали других. Как вы думаете, было ли это время, в это время кому-то до свадьбы? Где наши деньги? То и дело слышала я. И тогда я написала еще одно послание. Друзья, все деньги участника мы вернем. Немного позже, но вернем. Тогда мы прекрасно понимали, что с этой выставкой нам не повезло. Что мы попали примерно на тысяч 10 долларов, и это не так уже много по сравнению с тем, что могло бы быть. Но знаете, тогда, когда рядом убивали людей, грабили квартиры и взрывали автомобили, желание было только одно – сбежать и остаться живым. И если честно, я даже не представляю, что испытали те люди, которые жили в Донецке, ведь им было гораздо страшнее. В этот же день я позвонила своей подруге во Флориде посредине ночи. Юля, можно мы приедем к тебе завтра? Конечно, – ответил мой дорогой друг. И мы улетели. Это была моя одноклассница, с которой мы сидели за одной партией. Она много лет жила во Флориде. Мы не знали, куда лететь. Слава богу, что у нас были деньги. А они были не у всех. И вы знаете, я никогда не забуду этого момента. Мы жили уже в хорошей дорогой квартире, арендовали ее там, что за 3,5 тысячи долларов в центре. У нас была Алиса. На этот момент этой Алисе было два года. Я никогда не забуду, как мы собирались. Мы просыпаемся утром и еще не собираемся никуда ехать. И когда мы включаем новости, и мы видим, что происходит, мы понимаем, что нам нужно улетать. Сережа говорит, мы улетаем. Куда? И он говорит, блин, вопрос был в том, что мы не знали вообще, насколько нам улетать, и вообще вернемся ли мы. Что будет твориться здесь? А если здесь начнут на нас бомбы скидывать, мы ничего не знали. Что будет дальше? Мы понимали, что уже все выходит из-под контроля. Мы слышали крики за окнами. Мы слышали, как взрывается что-то. Люди жгли машины. Это было очень страшно. Это было... Я не представляла, что такое может быть здесь. Вот знаете, мы часто поднимаем тосты там где-то когда-то и говорим, чтобы не было войны. Так вот я в первый раз поняла, что такое война. Как это страшно. И мы думаем, куда полететь. И Сережа мне говорит, давай полетим. Сначала думали куда-то там в Таиланд, знаете. А потом он мне говорит, а напиши Юле. И мы пишем Юле моей, у нее дом, там муж. И она все время говорила, там приезжайте, приезжайте. Но знаете, одно дело приглашать. И я ей позвонила, она говорит, прилетай. И мы тут же звоним там нашему менеджеру. Она нам покупает билеты, достает, потому что уже билеты не так-то просто купить. Она нам покупает билеты только, по-моему, в одну сторону. Или второй билет с даты открытой, я уже не помню. И я начинаю собираться. И вы знаете, это как собираться в последний путь. Когда я понимаю, что мне нужно взять с собой немного вещей, но что может быть, те вещи, которые я оставлю, я больше не увижу. Это так было пиздецово. Ой, ребята, я не могу прям. Я помню, как плакала моя мама, которая не знала вообще, а я не могу, я не знаю, что мне делать. У нас открытая виза в Америку. Наверное, если бы она была у мамы, я бы маму забирала. Мама говорит, нет, я тут, значит, останусь. Мы прощались с няней. Вот я так это помню всё. И мы вообще не понимали, уедем мы или нет. Мало того, на дорогах стояли уже патрули. Я сейчас вспоминаю. И многие говорили, что патрули из людей, которые пугали так, что типа все, кто считали, что все богатые сейчас будут улетать, а так, в принципе, и происходило, ну, бежать из страны. И говорили, что останавливают там, что могут громить, бомбить. И такси не хотели ехать. Я, короче, не знаю, что делать. Я спрятала машину. Мы нашли в Киеве где-то там какой-то гараж. Я спрятала машину и тоже понимала, что всё может быть, что-то случится. И я искала, кто нас отвезёт в аэропорт рано утром. На следующий день мы улетали. И опять, кто в курсе, вчера вспоминала, Вова Такудис, мой друг, он сказал, я вас отвезу, я приеду рано утром, я вас отвезу. Я помню, как он нас вез в аэропорт. Тоже такая дружба интересная была. И мы улетели. Так. Думала ли я тогда о бизнесе, свадьбах или чем-то ещё? Нет. Я просто хотела жить. И, пожалуй, никогда до этого не испытывала такого сильного желания это делать. Знаете, к этой ситуации я периодически возвращаюсь в своих мыслях. Тогда, когда мне становится грустно или нудно о чего-то, так полезно напомнить себе о самых главных ценностях в жизни. О том, как круто, когда вокруг тебя никто не стреляет. Когда твоей жизни не угрожает опасность здесь и сейчас. И я очень вас прошу не обсуждать вопросы политики. Кто прав, кто виноват, неважно. Жизнь – вот главная ценность каждого из нас. И нет ничего ценнее. И есть только маятники и глупцы, которые в них попадают. Улетая из Киева, я не знала, вернёмся ли мы сюда ещё. Увижу ли я свой дом, своего кота, свою маму. И это было жутко. Я ревела всю дорогу. Меня буквально трясло от ужаса. Помню, какое облегчение я испытала, когда самолёт оторвался от земли. Мне постоянно казалось, что сейчас нас взорвут. И больше всего мне было страшно за нашу маленькую Алису. Тогда, улетая, я ещё не знала, что внутри меня уже живёт новый человек. И теперь мне нужно заботиться ещё и о нём. На протяжении двух недель в Америке я просто радовалась. Тишина, спокойствие. Казалось, всё осталось позади. Конечно, было страшно и непонятно, что дальше. Я постоянно была на связи с Киевом. Там пугали, как могли. Мои близкие были вне определённости. Что делать, куда бежать. Каждый день в массы бросали новые версии. Я не помню, что именно я чувствовала. Я всё время хотела спать. Через два дня тишины я поняла, что начинаю сходить с ума. В тот момент я ещё проводила какой-то онлайн-тренинг. И включения меня очень спасали. Тогда же я поняла, что мне нужно срочно много работы. Всё, что я могла делать, это проводить онлайн-тренинги. И я начала запускать новые. Не поверите, но людей собиралось много. Было странное ощущение. Вроде бы мир должен был меняться, но нет. Жизнь продолжалась. Казалось, что я живу параллельно в нескольких реальностях. И от этого я немного чувствовала себя сумасшедшей. Да, похожая ситуация. Через два дня после прилёта мы решили уехать из тихого городка моей подруги. Взяли машину и отправились в путешествие по Америке. Это было ново и интересно для меня. Алиса тоже была в восторге. Мы кочевали по разным отелям, переезжая в разные стороны. В Америке очень распространённый вариант отелей с кухнями, стиральными машинами и прочими удобствами. И это было прикольно. Я вела тренинги каждый день. Но, блин, постоянно хотела спать. В один из дней мы отправились в Диснейленд. Ну, глупо оказаться в Орландо и не поехать туда. Целый день мы провели в парке аттракционов. Алисе было два, и ей было непросто, но зато мне было очень интересно. И вот в какой-то момент Сергей предложил мне прокатиться на американских горках. Скажу честно, я не любительница. Но ведь такой шанс. Настоящие американские горки. В тот момент, когда я подумала туда отправиться, мне внезапно стало нехорошо. Я уже и раньше замечала у себя эти признаки, но списывала их на стресс, перестройку по времени. Да и вообще, за последние пару месяцев я несколько раз меняла часовые пояса. Но тут внезапно Сергей сказал мне, «Слушай, а может тебе надо сделать тест?» Глупости! От ужаса меня прям свернуло в трубочку. Какой тест? Я не собираюсь сейчас рожать детей вообще. У нас дома нет, вообще непонятно, что там дальше. Продолжала доказывать ей Сергею, будто уговаривая его. Мы заехали в аптеку, отправились в отель. Через час я вышла с ванной комнаты. Меня лихорадило. Как это? Не может быть. Нет, только не это. Это какой у меня срок вообще? Десять недель? Я сама охренела от того, что поняла это. Последние пару месяцев были как в тумане. Что, правда? Да-да, я живу в таком темпе, что порой мне кажется, что волосы я крашу через день. Поэтому я как бы и не отследила происходящего. Что мне делать? Этот голос буквально кричал внутри меня. Что делать, было понятно. Внезапно меня попустило. Так вот, почему я так спать хочу. Я пойду посплю, сказала ей Сережа и со спокойной совестью уснула. Женщина. Женщина. Я на самом деле очень болезненно переживала первую беременность в контексте того, что когда я родила, я очень сильно поправилась. И для меня вопрос веса всегда был очень стрессовый. Всю жизнь был и остается. И я очень не хотела толстеть. Значит, второй раз. Я только сбросила вес. Я закончила кормить Алису. Я полтора года ее кормила. Вот ей было только два года. Я только полгода как начала нормально восстанавливаться. Когда, знаете, все можно там делать, есть, тренироваться, массажей, заниматься. И тут хлобыть. Короче, я опять беременна. И у меня было такое стыдное чувство, что, ну, как бы, ребенок, это же так круто. Ну, о чем я думаю? Типа о фигуре. И с другой стороны, ну, это чувство было такое страшное. Потом я вспомнила о том, что в моей жизни мысли так материальны. И я побоялась своих мыслей, попросила прощения. Потому что, ну, я прекрасно понимала, что если я этого ребенка не хочу, то Вселенная может, ну, как бы решить этот вопрос сама. И, конечно же, я извинилась перед Евой, вот, потому что я уже прекрасно понимала, что это вторая моя дочь, так как было запланировано в моей голове. Вот, и, собственно, вот и все. Вот и все. Единственное, что было страшно, то, что мы находимся в другой стране. И я сразу же, там, не знаю, сейчас будет об этом или нет, я сразу же позвонила своему врачу, написала ей Facebook, вот, у которой я рожала. Вот, что, блин, вот такая у меня история. Вот, по-моему, я беременна. И она говорит, когда ты собираешься быть в Украине, в общем, мы на всякий случай записались с ней, там, сразу на прием в клинику. И все. Но я не знала, попаду я, не попаду. И, ну, в общем, я ничего не знала. Последующие несколько недель мы продолжали путешествие. Я каждый день проводила тренинги онлайн. И это было моим спасением. Именно тогда я точно поняла, что не готова уезжать из своего города. Не готова оставлять свою жизнь. И не хочу, и не могу жить спокойно. Спокойствие – вот мой ад. Я хочу зажигать, и никак иначе. Мы когда улетали, мне очень хотелось этого спокойствия, потому что было страшно. И когда я побывала два дня в гостях у моей подруги, я чуть не сошла с ума и не завыла. У нее был хороший дом. Но это, знаете, как село такое. Ну, как бы не то, что село. Ну, вот как за городом. Да, просто вот дома. То есть для того, чтобы куда-то тебе добраться, тебе нужно садиться на машину, ехать. И, по сути, там есть только торговые центры какие-то. То есть очень скучно. Если ты не работаешь и не занят, то можно просто выйти. И если бы не мои тренинги, а я вела по два в день в онлайне, вот, и у меня одни заканчивались, другие я уже продавала и назначала, конечно, движуха была очень серьезная. Плюс был в том, что хорошо шли деньги за счет всех этих продаж, потому что, например, день отеля у нас был в среднем там 300 долларов, 400 долларов, достаточно серьезных денег стоил. Плюс еще у нас была в аренде машина, там, ну и так далее, и так далее. То есть наш день в Америке в нормальные деньги нам обходился, но нам, в принципе, этого не было заметно, потому что я все время продавала, все время вела, и как бы мы поняли, что мы можем таким образом, в принципе, долго и нормально жить. Но я понимала, что, конечно, движуха, которая была в моем городе, и вообще быть в своем городе на своей волне со своими людьми, конечно, мне нравится сильно больше, чем вот жить через коробочку. Вести из Киева были неоднозначными, но уже тогда я решила, что мы вернемся. Каждый день я писала рассылки своим подписчикам, поддерживала и подбадривала, как могла. Если честно, я плакала каждый раз, читая историю своих коллег и знакомых, которые покидали дома и бежали в Киев. Я плачу до сих пор. Я не люблю и не хочу обсуждать эти темы, но я всегда против войны. И в ужасе лишь от того, как многим она пришлась по вкусу. Я хотела продолжать жить и идти своим путем. Тогда же в Америке я поняла, что теперь приезжать в Украину долгое время никто не осмелится. А значит, мне пора плотно входить в онлайн, ведь меня любят и ждут далеко за пределами моего города. Именно тогда я придумала онлайн-конференцию Wedding New Wave. И да, это получился офигенный проект. В Киев я возвращалась с новой жизнью внутри себя, новыми планами и желаниями сражаться и за то, и за другое. Прежде всего, со своим страхом. Спустя месяц после отлета мы вновь вернулись в Киев, который здорово изменился, но все-таки пытался жить. Жить по-новому. Пожалуй, лучше всего мне помогают вспомнить последовательность всех этих событий в моей жизни снимки в телефоне. Забавно, в нем видна вся жизнь. Радость первой встречи с Евой на мониторе аппарата УЗИ, счастливое выражение лица, когда врач вновь сообщил нам о том, что у нас будет девочка. Я всегда мечтала о двух дочерях, никогда не представляла себя мамой сына. Сергей, имея трех сыновей, безусловно, тоже мечтал о дочках. И после появления первой с радостью ждал вторую. Ева вновь послала нам безудержную веру в наши силы и то, что несмотря ни на что мы прорвемся. Я решила не афишировать беременность, и многие узнали о том, что у нас в семье пополнение уже когда я родила. Живот я умело скрывала, а 6 килограмм, набранных за вторую беременность, дали мне возможность вообще никак не выдавать своего положения очень долгое время. Я, когда узнала, что беременна, я пережила стресс, и я поняла, что этот стресс связан с изменением моей внешности, и тогда я решила, что просто я не буду полнеть, не буду набирать вес. И я вместе с Евой поправилась на 6 килограмм, и вышла, я не купила ни одной беременной вещи, я влазила во все абсолютно, включая джинсы, вообще во все. Я даже была очень худой, мне кажется, даже слишком, наверное. У меня даже врачи не все замечали, что я беременна, когда я стояла прямо, боком было видно, конечно. Вот, и, соответственно, эта беременность прошла очень легко. Вообще легкая беременность была, и я не набрала совсем веса, и мне не надо было, ну, короче, у меня все было на месте. У меня были прекрасные ноги, прекрасный живот, который ушел за там неделю полностью, и как бы все было хорошо. На удивление, продажи с нашего бизнеса продолжали расти. Война шла, такая уже, а продажи продолжали расти. Да, украинский рынок просел, но поскольку меня всегда больше любила, принимала и покупала Россия, впрочем, и сейчас ничего особо не изменилось, на нас это не особо отразилось. Все обучение перешло в онлайн-формат. Свадьбы тоже были, но значительно в меньшем количестве. Люди устали бояться и стали привыкать жить в таких обстоятельствах. Жить хотелось всем. Безусловно, мы думали, что делать дальше и где мы будем жить. Ведь теперь наша семья станет еще больше. И мне очень хотелось, чтобы у моих девочек были свои детские, свой дом. В апреле мы отправились в Питер на конференцию Декор 2014, где я выступала в качестве спикера. Я вышла на сцену и в очередной раз поняла, как сильно люблю это место. Огромное количество участников подходили ко мне и спрашивали, как мы? Многие обнимали и плакали, выражая свою поддержку. Это касалось войны. Россия очень за нас переживала, тогда все наши коллеги. Мне стало тепло и хорошо. И я поняла, что нужно срочно приступать к планированию следующего Wedding Business Summit. Все ждут этой встречи. Мы с командой отлично понимали, что делать его в Киеве нереально, потому что не имели ни малейшего понятия, что будет происходить в нашей стране дальше. Поэтому приняли решение сделать саммит в Москве. У меня достаточно количества мощных учениц и поддержки в этом городе, подумала я. Справимся. В мае мы поехали выбирать зал для проведения. И параллельно я провела еще пару мастер-классов. Ну, у меня такая традиция, если я куда-то еду, то там обязательно будет мастер-класс. Мой животик никто не замечал, а я никогда не чувствовала себя лучше, чем после того, когда окрыленная покидала свою аудиторию. Мы с Сережей прогуливались вечером по центральным улочкам Москвы, когда я сказала ему, помнишь ту детскую, которую я показывала тебе на фото с выставки? Достала телефон и начала вновь восхищенно рассматривать все детали комнаты мечты моего детства. Мы сейчас вернемся в Киев и переедем в новую съемную квартиру. Выберем планировку, удобную для детской, и я закажу эту мебель из Италии. Сережа испуганно на меня посмотрел. Ты закажешь мебель за 30 тысяч евро для съемной квартиры? Ну да, ответила я. Раз мы не можем купить квартиру мечты, я хоть комнату куплю. Ее-то я могу себе позволить? Подожди, стал спорить муж. Ну давай еще потерпим. Я не хотела терпеть. Да и детская комната ребенку-подростку уже будет неинтересной. В моей голове всегда хранились те самые детские воспоминания, где мы с родителями жили в одной комнате и спали на одной кровати, а бабушка с дедушкой в другой. Потом у меня появилась своя комната, но не было денег на мебель. Уроки я долгое время делала на кухонном столе, а ведь я так мечтала о столике с ящиками и полочками, таком, который был у дочери состоятельной подруги моей мамы. В общем, я не собиралась это обсуждать, так как решение было принято, и муж это понимал. Спорить о том, что касается детей, со мной всегда бессмысленно. И вдруг Сережа неожиданно произнес ту самую фразу, которая положила начало новому этапу в нашей жизни. Давай уже тогда купим квартиру. Давай, спокойно ответила я, так как будто нужная сумма лежала у меня в сумочке, и я могла достать ее прямо сейчас. Всю обратную дорогу мы рисовали на бумажечках, как именно мы можем совершить покупку. По приезду сразу же отправились в район, где всегда хотели купить квартиру, и пошли смотреть варианты. Мы сразу же поняли, что нам необходимо около 200 квадратов, а значит, надо покупать две квартиры и совмещать их. Один из предложенных вариантов понравился нам больше всего. Дело оставалось за малым. Найти деньги на покупку и на ремонт. Прикинув все наши желания и стоимость квартиры, сумма нарисовалась около миллиона. Мы понимали, что деньги нам понадобятся частями. При покупке дом был еще не сдан, и мы договорились о рассрочке. Половину суммы мы должны были заплатить сразу, вторую позже. Соответственно, у нас было время, чтобы заработать на ремонт, а затем и на вторую часть выплат. Первую мы сгенерировали быстро. Смогли кое-что продать из прошлой жизни. Мой муж всю жизнь занимался бизнесом, так что не стоит об этом забывать. Ну, а дальше нам предстоял марафон. И мы включились на полную, забыв обо всем, что происходило вокруг. У нас была цель. В июне 2014 я решилась провести свадебную онлайн-конференцию Wedding New Wave. Идея ее проведения зародилась у меня в Америке, когда я активно общалась онлайн со своими участниками. Помните, у меня была коучинговая группа номер один. Я уже писала о том, что создавала эту группу, в которой находились люди, желающие стать лидерами в своих городах. Это прекрасные люди, и с большинством из них мы и по сей день находимся в прекрасном личном контакте. У каждого из них была своя история, свой опыт. И я подумала о том, а почему бы им через год, после того, как они проучились у меня, не поделиться своим опытом с другими участниками рынка. Да, безусловно, это была лучшая реклама меня как наставника. Удачный бизнес-проект, потому что участие было платным, но и при этом очень качественным проектом, потому что организовывала я его, как всегда, с трепетом и любовью. Я абсолютно убеждена, что именно так и стоит строить свой бизнес, нести пользу, делать крутой продукт и зарабатывать деньги. Суть была в том, я не знаю, где-то это будет дальше или нет, что на этой конференции выступали мои ученики по разным темам. И затем в конце я продавала коучинг не только свой на год, ну, чтобы они были как эти люди, а я продавала еще их коучинг, который стоил значительно дешевле, но все деньги уходили мне, может, не все, какой-то процент им, по-моему, мы давали, какой-то процент у них вру, процент какой-то они забирали. Вот, таким образом, это было очень круто, у нас было несколько сотен людей, это была платная конференция, люди платили деньги, люди покупали после этого мои тренинги, люди покупали мой коучинг и покупали еще коучинг у моих выпускников. Весь ремонт мы сделали за полгода. Это были, это в той квартире, в которой я сейчас нахожусь. Это были фантастические сроки, учитывая, что все материалы мы заказывали из Италии. Конечно, здесь было много нервов и сбоев. И все-таки осуществлять такую мощную и долгую мечту, это было очень круто. Дизайнером занималась моя подруга Лена. Я сегодня выложила ее в сторис, кстати, ее напечатали в All Russia. Мы согласовывали и, безусловно, вбрасывали свои мечты и совместно искали возможность их реализовать. Не хочу вдаваться в эти подробности, но в результате получилось все именно так, как мы хотели. Деньги приходили отовсюду, причем таких сумм я еще никогда ранее не генерировала. И это было офигенно. понимать, что все это делает твоя энергия, знания и навыки. Я не замечала, как протекает беременность, потому что мне попросту было не до этого. По-моему, я вела тренинги каждый день, даже на отдыхе в других странах. Продолжала выпускать книги, выступать. Знаете, правильно говорят, что когда цель тебя греет, у тебя нет шансов на проигрыш. У тебя все равно получится. То, что я стала столь востребованной и дорого, и много продавала свои услуги и продукты, это был заслуженный результат всех тех действий, которые я совершала ранее. Всех сотен снятых видеороликов, тысяч написанных строчек в рассылках, книгах и на страницах в соцсетях, моих выступлений, опыте в конце концов. Так что не думайте о том, что это везение или попросту все это можно получить сразу. Нет. Увы. Я не знаю таких историй. Слава, успех и деньги настигают вас позже. Вначале необходимо пройти путь, когда ты только сеешь и не имеешь ни малейшего понятия, когда зерно прорастет. Здесь очень важно найти смысл. Ведь когда ты делаешь это только ради денег, ты быстро ломаешься. Потому что быстрых денег в этом нет. Здесь нужно нечто большее. Мне страшно нравилось и нравится менять людей. Ты как будто помогаешь им отыскать ключи от дверей, за которыми спрятано то, что они ищут. И когда находят, это дарит им счастье и отправляет на поиски новых ключей. Для меня это именно так. Недавно я сформулировала более четкое понимание своего посыла. Я заставлю тебя захотеть. Так я сказала своей приятельнице и поняла, что именно это я хочу заставить сделать всех остальных. Наверное, поэтому я столь эксцентрично по своей природе и постоянно провоцирую людей. Ну что ж, мне остается принять это в себе и использовать во благо человечества. В октябре 2014 я стала мамой во второй раз. Все произошло легко и быстро. Я взяла на руки своего маленького ангела и еще раз убедилась в том, что эта девочка пришла не просто так. Ремонт подходил к концу. И уже с нового года мы планировали переезд. Работа не прекращалась. Страшно сказать, какие суммы мы постоянно выдавали за приехавшую мебель, технику и прочие прелести. На носу был Wedding Business Summit 2014 в Москве, на которой мы собрали настоящий эшелон западных звезд свадебного рынка, оплатив им неслабые расходы и гонорары. Вот только расходы в этот раз значительно превышали доход с проданных билетов. Мы искренне надеялись на то, что придет еще одна волна и мы все-таки сможем вырулить. Но нет. В какой-то момент внутри меня что-то щелкнуло. Скорее всего, это было связано с усталостью. Годик был неслабый. Но чем ближе приближалась дата саммита, тем как-то хуже мне становилось. На тот момент курс доллара вырос в Украине уже в два раза. И мы серьезно ощутили это и в личных затратах на ремонт, а платежи были в евро и в продажах билетов. Цены необходимо было снижать, но и это не спасало ситуации. Ведь я также видела огромную часть свадебного рынка с востока Украины, которая в этот период переживала самые страшные свои дни. Нам очень хотелось подбодрить ребят. И тогда мы приняли решение пустить их бесплатно. Всех, кто готов приехать. Боже, что же у меня эти мурашки. Я никогда не забуду эти слезы и бесконечную благодарность от всех, кто приехал тогда. Каждый хотел подойти и обнять. А я даже не знала, что говорить всем этим людям. В какой-то момент мне казалось это решение глупым. Мол, им сейчас так непросто, но как я им скажу? Приезжайте к нам на конференцию, будем веселиться. И только при встрече я поняла, как сильно им хотелось переключиться и хоть на какое-то время забыть обо всем пережитом. У них реально была война. За неделю до саммита мы поняли, что денег нам катастрофически не хватает и обратились к своим друзьям. Да, мы взяли 10 тысяч долларов в долг для того, чтобы саммит состоялся, так как не вытянули всех затрат. И через полтора месяца после рождения Евы мы отправились с ней в Москву на саммит. «Балерину лечит сцена». Меня она тогда тоже подлатала. Если бы вы знали, сколько сил, заряда и благодарности я получала тогда и продолжаю делать это сегодня, выходя на сцену. И все же наступил тот самый момент, когда мне скорее хотелось умереть, чем выйти на сцену и сказать следующие слова. Мой первый кризис и мысли о том, что, возможно, обучать свадебному бизнесу для меня слишком просто и скучно случился в конце 2012 года. Именно тогда, когда я всерьез принялась перекладывать свадьбы на персонал. На тот момент у меня было два основных свадебных тренинга. Свадебный организатор, где я учила создавать свадебное агентство как бизнес, и свадебный координатор, где, по сути, раскрывала все тонкости в подготовке к свадьбе и работе на площадке. Большинство людей слушало меня, раскрывы рты. И после 10-12 повторений одного и того же меня начало попросту подташнивать, в чем я призналась мужу. Я понимала, что я учительница начальных классов. В тот момент, когда я начала сама обучаться бизнесу, в моей голове уже появилось гораздо больше возможностей, а впоследствии и опыта. И мне хотелось, чтобы у меня могли учиться не только те, кому интересно свадьбы. Именно тогда, в конце 2012 года, появился проект Бистарт по факту обучения бизнесу, новичков и тех, кто только начинает масштабироваться. В Ютубе можно найти видео моих выступлений в нескольких вузах, где я проводила мастер-классы и собирала себе аудиторию на платное обучение. Это был интересный опыт выходить перед большой аудиторией студентов и рассказывать им о том, что в жизни важна не корочка, а то, что ты можешь сделать, чтобы изменить свою жизнь. Этот проект просуществовал несколько месяцев, в течение которых я обучила около 200 человек, часть из которых опять-таки были люди из свадебного мира. В какой-то момент я вновь почувствовала себя не в том месте и не смогла найти ответа, как развиваться дальше. Что-то мне мешало. Тогда на помощь вновь пришел Сергей, который сказал мне, «А кто тебе мешает обучать свадебных организаторов не только тому, чему ты их учишь? Учи их крутым продажам, упаковке, помогаем прокачивать бизнес со всех сторон. Эта ниша знает тебя и любит. Глупо уходить». И я вернулась. В тот момент я сама много училась, многому училась и активно внедряла это в свой бизнес и свои продажи. У меня все отлично получалось, а мой наставник ставил меня в пример другим, что заряжало меня еще больше. И все-таки периодически в меня залазил какой-то червяк, который говорил мне, что я больше не могу. В августе 2014-го, находясь на седьмом месяце беременности и предвосхищая успех предстоящего саммита в Москве, где я собиралась рассказать о том, что я достигла цели и у меня теперь есть квартира мечты, я продолжала думать о том, что бы еще такого мне придумать. Одна из главных качеств, всегда присущих мне по жизни, мне всегда не хватает работы. Я просто обожаю, когда каждый час мой расписан. Это мое лекарство от любого нетуга. Потому что обычному человеку, поэтому то, что обычному человеку перегруз для меня всего лишь точка нормальна. Я всегда хочу больше. Так вот, в тот момент, когда во мне созревала новая жизнь, энергия пребывала с каждой минуты. И мне хотелось делать больше и больше. Прогуливаясь по детскому магазину и перебирая платье, ко мне в голову пришла идея. Было бы здорово, если бы девочки могли менять платье каждый день. Вон их как много красивых, но и стоят они не слабо. А так хочется, чтобы твоя маленькая принцесса была красивой дюймовочкой и с детства приучалась к красоте. Не знаю, чем именно тогда вдохновила меня эта мысль и почему она показалась мне удачной, но я вновь завела разговор с мужем, который, как мне кажется, был готов уже к любым сюрпризам от меня. Как у нас с деньгами, дорогой? Пожалуй, на этой ноте мы сегодня с вами остановимся. Как у вас с деньгами? Я вам хочу сказать... Так, вы тут еще? О, видите, помню бестарт. Наташка, ты все помнишь, ты со мной все прошла. Спасибо большое. Так, смотрю, что вы мне тут хвалите меня. Как обычно, без подробностей, что-то там продали из прошлого. Ну, а почему вы считаете, что вот прям все подробности мы должны вам выкладывать? Была какая-то недвижимость у Сережи в России? Что-то было потихоньку. Но вот у нас ремонт тогда обошелся в полмиллиона долларов. И эти полмиллиона долларов, ну, где-то 400 тысяч, соточка у нас там зависла. Соточку мы где-то доделывали, наверное, в течение двух лет. Потому что действительно очень сильно. У нас в один момент, это какой был год, в 2014-м я родилась Ева, в начале 2015-го у нас начали падать доходы. Я помню, что за два месяца у нас упал доход в 10 раз. В 10 раз. Упали продажи. Уже на тот момент кризис дошел до России активно. Россия продолжала покупать, Казахстан продолжал покупать. И тут и в России, и везде пошли вот эти приколы с курсом доллара. Вы же помните, как он сильно прыгал. И, конечно, было очень стремно. То есть мы, как знаете, успели запрыгнуть. У нас не было еще освещения, там всяких люстр каких-то там. Ну, в общем, я помню, что у нас висело на 1070 евро. Мы просто в евро все заказывали. На 1070 евро у нас еще висело заказов, которые мы должны были сделать. И которые мы растянулись у нас практически там на год с хвостом даже. Вот. Потому что действительно опять вошли в режим того, чтобы, ну, не то чтобы выживать, но в том, чтобы колбаситься. Это то, о чем я как бы говорю, что для предпринимателя абсолютно нормальным является момент нестабильности. То есть если вы любите стабильность и стремитесь к ней, вы не предприниматель. Вы не сможете быть предпринимателем. То есть предприниматель — это человек, который уже прекрасно понимает, что стабильности никогда не будет. Что все время придется шевелиться. Знаете, есть люди, которые любят, хотят пенсии. Да, вот для многих сейчас, особенно у тех, у кого есть какие-то выплаты, идеальное время. Потому что можно сидеть и как бы ждать. Просто тебе дают какие-то деньги, и тебе нормально, можно ничего не делать. Предприниматель — это другая совершенно порода людей. Абсолютно другая порода людей. Вы должны это понимать. И если этого нету, то в принципе нечего идти. Деньги — это такая штука. Вот у меня уже сколько времени, раз были эти качели. Ну, это энергия. Это вот знаете, как сегодня хорошее настроение, завтра плохое настроение. По-разному с этим бывает. Но еще такой момент, все-таки очень важный. Я анализировала, почему, например, с двумя беременностями у нас были серьезные прорывы. То есть уже по книжке вы понимаете, что первый прорыв у нас случился, когда я была беременна Алисой, второй, когда я была беременна Евой. Потому что тогда у меня очень четко всплывали ясные образы того, с чем ассоциировались у меня дети. Что у меня должно быть. А в детстве я очень много уделяла этому внимания. Поскольку я всего этого не имела, я очень хорошо знала, что у меня должно быть, когда у меня появятся дети. У меня были не просто образы, это были уже сложившийся фильм. Вот знаете, когда вы фильм, если я вам сейчас скажу, фильм, Иван Васильевич меняет профессию, или там, не знаю, приключения электроника, кто на чем из вас вырос. У вас есть очень четкие образы, и вы прекрасно понимаете, как выглядят эти персонажи. То есть у вас есть картинки. То же самое происходило и у меня. У меня были очень четкие привязки, такие паттерны, очень четкие к моим детям. Я прекрасно понимала, что вот когда один ребенок у меня точно будет это, когда второй будет это. И я ввязывалась совершенно бесстрашно в это. Потому что вот, например, когда мы брали эту квартиру, у нас была часть за эту квартиру денег, которую мы взяли благодаря тому, чтобы быстро по дешевке смогли продать остатки красивой жизни Сергея. Но это была небольшая часть. Мы просто могли как бы оформить квартиру и начать ремонт. А на ремонт мы начали полностью зарабатывать. И тут представьте себе, что у нас остается в долг еще, не помню, или 300, или 400 тысяч долларов за эту квартиру. И мы не можем его выплатить. У нас была пеня, порядка там десятки баксов мы платили, и она нарастала все время. Короче, проходит время, мы не можем выплатить. У нас долг висит. Сережа, я думала, он будет сидеть, висебелеть. Мы не можем. То есть у нас остановились доходы на том уровне, когда мы можем поддерживать жизнь, но сделать и выплатить там 400 штук. И вот представьте, мы живем уже в квартире, у нас уже есть ремонт, но мы должны за нее 400 штук. Это очень стремный момент. В очередной раз, конечно, мы начали в такие моменты, мы всегда, когда мы не можем решить вопрос рационально, мы всегда вспоминаем, а благодаря чему мы решали раньше. И раньше, и сейчас, мы уже об этом не забываем, мы понимаем, что мы решаем все благодаря своему мышлению. Потому что рационально, когда вот, например, ты сейчас сидишь и думаешь, у меня нет работы, как мне рационально заработать на что-то? Нет, мозг твой отказывается. Но когда ты отключаешься и начинаешь думать о том, что, а что если я все могу? Что если мне не надо знать способ, если Вселенная умнее меня? Когда ты принимаешь историю о том, что есть сила выше, чем ты, и она тебе поможет. Ну, согласитесь, как минимум ты перестаешь сходить с ума и думаешь, ну, почему бы мне не попробовать в это сыграть? Ведь это даже не на работу ходить, это просто заняться своим мозгом, это просто подключить медитации, это просто прописать какие-то себе программы, прописать установки и немножко об этом фантазировать. Ну, почему мы хотим всегда, вот заметьте, человек всегда хочет что-то съесть и чтобы жир растворился, нежели чем покачать пресс, да? Мы ищем, мы готовы себя травить таблетками, я когда-то употребляла таблетки для похудения и ночами не спала, были такие таблетки, назывались леда, я ночами не спала, у меня такая была тахикардия, я вообще переставала есть, худела, но потом мне сказали, что я просто могла себя убить этими таблетками и многие люди от них умирали, но у нас при этом все равно есть желание пойти на липосакцию, отсосать жир, нежели чем потренироваться или посидеть на диете, ну, понимаете, да, о чем я говорю? То же самое и здесь, подумайте о том, что наше сознание, наши мысли, они уже являются самым сильным инструментом, что когда мы перенастраиваем свой мозг, когда мы позволяем своему мозгу убрать программы сложно, невозможно, все плохо, тяжело, все скоты, не знаю, что делать, буду умирать и та-та-та, когда мы перестраиваем этот мозг на то, что я все могу, а чего я хочу, а как это будет? И когда мы начинаем видеть другие образы, вселенная дает нам возможность, притягивает наши мысли, какие-то возможности, о которых мы даже не могли с вами разумно понять, ну, вот даже банальная вещь, я думала, блин, как познакомиться с нормальным мужиком, ну, где его взять? Ну, вот если так подумать, ну, где вот его взять? Вот, казалось бы, много, даже сейчас на сайте знакомств, ну, ребят, ну, трахаться все хотят на сайте знакомств, ну, давайте будем откровенны, ну, давайте будем откровенны, ну, сижу я, такая телочка красивая в баре, что он во мне жену ищет? Нет, он хочет меня поебать, ну, естественно, ну, нормально для мужика, он думает, нормальная телка не будет сидеть в баре, вывалив сиськи, вот, ну, ну, понимаете, а где же мне сидеть, блядь, дома в халате? И вот начинается, поэтому, например, там, где познакомилась я со своим мужем, я бы никогда в жизни не додумалась знакомиться, я поэтому с ним так и нормально общалась, открыто, потому что я понимала, что он меня не воспринимает как женщину, и я его не воспринимаю типа как мужчину, потому что мы с ним там, у нас есть общий интерес какой-то, так вот у вселенной есть миллиард способов дать вам то, что вам нужно, просто дайте ей такой запрос, дайте ей такой запрос, это самое простое, но, опять-таки, мозг наш ищет что-то другое всегда и сложнее, вы никогда не думали о переезде в Москву, я очень люблю Киев, я могу, я обожаю Россию, но я не могу жить там, я люблю очень Киев энергетически, так, сидеть и ждать, один день посидела, началась паника и депрессия, вот, видите, как хорошо, денежное дерево поможет, поможет, если будете поливать водичкой, вы знаете, вообще поможет абсолютно все, вот как амулеты говорят, когда ты сам в это закладываешь, помочь может все, но есть проблема, она заключается в том, что мы ленивые с вами создания, все во всем, поэтому, чтобы потренироваться, нам в минимум нужно включить кого-то, кто еще тренируется, а лучше прийти на тренировку, а еще лучше иметь тренера, который будет стягать, мы можем прочитать книжку, мы можем сами медитировать, мы можем делать все, но мы ни хрена не делаем, вот в чем проблема, поэтому нам нужны группы людей, для того, чтобы нас это мотивировало и дергало, это уже как бы доказанная совершенно история, иначе бы мы этим не занимались, и вот я сейчас, у нас, не знаю, там мы перешли рубеж уже с группой Рерайтер жизни, с первой, я наблюдаю за тем, как девчонки пишут, как они там делятся, как они меняются, и каждая из них прекрасно понимает, что могла бы делать это самостоятельно, и каждая из них даже ржет, что почему я этого не делала самостоятельно, почему я это начинаю делать только сейчас, но тут еще вопрос того, что знаете, есть фокусировка и фокусировка группы, когда есть группа, когда тебе есть с кем подсознательно соревноваться, этот делает, этот уже меняет, а я еще сижу, у этого получается, он уже делает какие-то усилия, а я не делаю, тогда мы начинаем включаться, поэтому у меня осталось две минуты, Мы завтра с вами встретимся на продолжении новой главы. Те, кто не смотрел предыдущие главы, ищите их в IGTV и в YouTube, выкладываю, где что найдете. И я напоминаю вам о том, что 1 мая стартует мой рерайтер жизни «Новый поток», где нужно быть всем, рано или поздно. Мы займемся написанием книги о вашей жизни. Вы начнете думать о том, чего вы хотите, о чем вы мечтаете, кем вы хотите в этой жизни быть, как вы хотите жить, и перестраивать свое сознание. Попробуйте включить свой самый простой и классный инструмент. Бонусом у нас будут медитации, визуализации. Научитесь работать со своим мозгом. Не повторяйте моих ошибок. Не будьте человеком, который идет и ищет самые сложные пути. Рационально все дается сильно сложнее, нежели когда ты включаешь свое желание, свою хотелку. Научите себя хотеть. Поймите, что нет в жизни ничего такого, что вы бы не могли иметь. Вы не имеете сегодня всех благ только потому, что вы не приняли решение их иметь. Вы себе не разрешили. Вы не знали, что так можно. Так вот так, друзья, можно. Это я вам точно могу сказать. В бокале у меня попсикола, если вдруг что, несмотря на то, что он винный. Я вас благодарю за то, что вы сегодня со мной были. И завтра продолжим с вами в 19.00. Все, всем пока.